Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этой видео лекции рассмотрим физико-механические свойства порошкообразных материалов. Угол естественного откоса, сыпучесть, плотность, объемную массу, относительную плотность и пористость, гигроскопичность, адгезию, релаксацию напряжений. И начнем с плотности, объемной массы, относительной плотности и пористости. Одной из важных характеристик материала, состоящего из твердых частиц, независимо от их размера, является плотность. Она равна отношению средней массы порошка к его объему, который определяется введением материала в какую-либо жидкость, а обычно в воду. Так как некоторые пищевые материалы легко растворяются в воде, быстро растворимые чай, кофе, кондитерские массы, то вместо воды применяют эфир или масло. Плотность порошков определяют следующим образом. Предварительно находят плотность эфира или масла при данной температуре. Затем взвешивают порцию порошка. Оставшийся свободный объем заполняют эфиром, водой, маслом. Пикнометрическую плотность порошка Ро определяют по формуле. Известно несколько методов определения объемной массы сыпучей среды. По аэродинамическому сопротивлению слоя сыпучей среды. По изменению емкости конденсатора, между обкладками которого помещен сыпучий материал, так называемый емкостной метод. По объему сыпучего материала определенной массы, либо по массе материала определенного объема. Аэродинамический метод приемлем лишь для крупнозернистых гранулированных сыпучих материалов, обладающих довольно высокой скоростью витания частиц. Для тонкодисперсных материалов этот метод не может быть применен, так как из-за незначительных скоростей витания частиц, при проведении опытов, возможно разрыхление сыпучего тела, унос частиц и изменение распределения плотности укладки частиц по высоте слоя. Емкостной метод позволяет быстро определить объемную массу материала, но не свободен от недостатков. Введение в слой материала твердого тела приводит к нарушению условий проведения опытов, особенно при небольших объемах сыпучего материала. Изменение физических характеристик материала, влажности, температуры приводит к значительному искажению результатов опыта. Наиболее точным является метод основанный на способности вещества поглощать рентгеновские лучи, либо лучи полученные при радиоактивном распаде, бета или гамма излучения. При этом исключается возможность нарушения структуры и плотности укладки частиц сыпучего материала. Метод определения объемной массы измерением объема и массы материала позволяет определить эти параметры с определенной заданной точностью. Для небольших объемов тонкодисперсных материалов этот метод является самым рациональным. Объемная масса порошка зависит от плотности и пористости. Для определения объемной массы порошок насыпают в мерник. Излишек порошка снимают и выравнивают с краями мерника. Мерник с порошком взвешивают с точностью до 0,05 грамма. И объемную массу порошка определяют по формуле. Объемная масса порошков, подвергаемых таблетированию в пищевой промышленности, колеблется в широких пределах. Например, объемная масса кондитерских порошков, холодок и южные равна 788 кг на кубический метр. Басмы и хны 490-500 кг на кубический метр. А быстро растворимого зеленого чая 192 кг на кубический метр. Порошкообразные материалы отличаются от твердых тел значительной подвижностью частиц, способностью сохранять форму в определенных пределах, свойством оказывать давление на ограждающую поверхность, незначительной способностью сопротивляться растягивающим усилиям. Физические свойства органических сыпучих материалов определяются следующими основными характеристиками. Размером частиц, их формой, состоянием поверхности, удельной поверхностью, влагосодержанием и микротвердостью. Известно, что соотношение частиц по крупности, а особенно для различных пищевых масс, является одним из важнейших признаков, определяющих механические свойства сыпучих материалов. В зависимости от вида и размеров частиц изменяется объемная масса материала, играющая роль при выборе размеров пресс-форм, способов дозирования и формования. Вид и размеры прессуемых частиц определяют также количество поверхности таблеток и значительно влияют на их прочность и микроскопические свойства. Вид и размеры прессуемых частиц определяют также качество поверхности таблетки и значительно влияют на их прочность и гигроскопические свойства. Если сыпучее тело рассматривать как совокупность различных по форме и размерам частиц, различным образом ориентированных одна относительно другой, то с точки зрения математической статистики влияние данной совокупности размеров и форм частиц на физико-механические свойства можно оценить через некоторый средний эквивалентный размер частиц приведенной эквивалентной формы и среднеквадратическое отклонение остальных размеров частиц от эквивалентного. Можно полагать, что распределение размеров и форм частиц сыпучих тел как генеральной совокупности описывается законом нормального распределения Гаусса. Поэтому эквивалентный размер частиц материала может быть определён как среднеарифметическое всех размеров, составляющих генеральную совокупность. Данный вывод подтверждается работами Кандаурова. Таким образом, всю генеральную совокупность частиц сыпучего материала можно представить как состоящую из частиц среднего эквивалентного размера L средняя и приведенной эквивалентной формы. Для иллюстрации сказанного по экспериментальным данным построили график изменения объемной массы черного байхового чая в зависимости от размеров частиц. Было также установлено, что плотность чая является функцией его качественного состава. Чем выше вкусовые качества чая, тем больше его плотность, которая колеблется в пределах от 700 до 1550 килограммов на кубический метр. В таблице, которую вы видите на экране, значение плотности и объемной массы некоторых сыпучих материалов. Как видно из этой таблицы, объемная масса всегда значительно меньше плотности из-за наличия свободного пространства между частицами материала. Одним из показателей объемных свойств порошка является относительная плотность, которая рассчитывается по формуле. Пористость порошка характеризует долю объема, занятого порами. Она определяется по формуле. Помимо перечисленных объемных показателей порошков, иногда определяют еще так называемый объем утряски. При этом навеску исследуемого порошка массы 10 грамм помещают в мерный цилиндр, которые подвергают вибрации до тех пор, пока порошок не займет постоянный объем. Этот объем измеряют. Полученное значение делят на 10 и получают объем утряски, отнесенный к одному грамму порошка. Основными показателями процесса таблетирования пищевых масс являются производительность машины и качество таблеток. Эти показатели зависят от давления прессования и плотности материала, которые оказывают значительное влияние на прочностные свойства таблеток, их транспортабельность и стойкость при хранении. Следовательно, с целью объективной оценки технологического процесса и выбора основных рабочих органов таблеточной машины необходимо определить зависимость плотности порошка от давления прессования. Как показали исследования Хаведелидзе и Зурабашвили, кривые прессования различных видов байхового чая, а также быстро растворимого чая и кофе можно описать уравнением вида. Зависимость объемной массы от относительного уплотнения порошка имеет вид. На рисунке представлена идеализированная кривая прессования порошкообразного материала, которое предложено Куниным и Юрченко. Участок АВ соответствует сближению и уплотнению частиц, в основном без деформации. Таким образом, при изменении давления от нуля до давления соответствующего давлению в точке Б происходит уплотнение порошка без образования таблетки. В этот период работа внешних сил расходуется на преодоление сил трения между частицами порошка о пресс-форму, а также на удаление воздуха из материала. На участке БЦ происходит дальнейшее уплотнение порошка, вплоть до образования компактной таблетки. И, следовательно, оптимальное давление прессования следует определять на этом участке. Участок ЦД соответствует объемному сжатию таблетки, которая при практически реализуемых давлениях не наблюдается. Величина условной предельной плотности материала точка Е вычисляется по формуле. Начальная объемная масса определенного таблетируемого порошка колеблется в узких пределах, так как продукт имеет неизменяющийся гранулометрический состав. И лишь влажность может играть роль изменяемого параметра. Следовательно, для упрощения расчетов целесообразно ввести понятие степени предварительного уплотнения. Как отношение объемной массы порошков, уплотненных за счет сближения частиц относительно одна-другой, в основном без их деформации, когда давление практически равно нулю точка Б к начальной объемной массы порошка в матрице точка А. Исследованиями Хведелидзе установлено, что независимо от начальной объемной массы байхового чая, процесс предварительного уплотнения в пресс-форме заканчивается при объемной массе в 340-350 кг на кубометр, а условно-предельная плотность равна 1485 кг на кубометр. В результате статистической обработки опытных данных было получено уравнение. Анализ полученных данных показал, что чем ниже влажность прессуемого чая, тем больше необходимо давление для достижения заданной плотности брикета. Оптимальное влагосодержание брикетов чая должно отвечать условиям хранения, соответствовать или быть близким равновесной влажности. 9-9,5%. При влажности чая ниже равновесной наблюдается гигроскопическое проникновение влаги внутрь брикета. Вследствие чего ухудшаются не только вкусовые качества продукции, но изменяются и физико-механические свойства брикетов. Снижается их прочность, уменьшается плотность. С изменением влажности чая меняется и оптимальное давление прессования, под которым поднимается давление, соответствующее началу стабилизации объемной массы компактного материала. То есть при d ε, деленное на ρ, равное нулю. На экране представлены значения оптимального давления для байхового чая различной влажности. Повышение давления выше оптимального мало изменяет объем брикета, а в некоторых случаях изменения объема вовсе не наблюдается. Поэтому применение давления прессования выше их оптимальных значений нецелесообразно. Для расчета процесса таблетирования басмы были получены данные по изменению ее объемной массы от давления. Степановым при исследовании процесса брикетирования сахара рафинада получено уравнение, отражающее закономерность распределения относительного объема по высоте материала. Экспериментально было доказано, что это уравнение с учетом уравнений может быть использовано для расчета процесса прессования сахара рафинада. Экспериментально было доказано, что данное уравнение может быть использовано для расчета процесса прессования сахара рафинада, хотя оно и не учитывает неравномерного распределения давления и относительного объема по высоте столба прессуемого материала. Прессование брикетов сахара высотой 23 миллиметра и размерами поперечного сечения 12 на 23 миллиметра показало, что изменение температуры материала от 30 до 70 градусов Цельсия и влажности от 0,2 до 3,5 процентов практически не влияет на предельное давление П предельное, модуль прессуемости Сигма и коэффициент К. Также были проведены изучения процесса прессования быстро растворимых чая и кофе в условиях всестороннего сжатия, в результате чего предложено эмпирическое уравнение вида. Уравнение справедливо в пределах изменения давления от 20 до 200 мегапаскаль. Для энергетических и прочностных расчетов таблеточных машин необходимо знать не только максимальное давление прессования, но и работу, затрачиваемую на прессование таблетки. Работу прессования определяли методом планиметрирования графиков. На изготовлении одной таблетки диаметром 12 миллиметров и массой полграмма из зеленого быстро растворимого чая затрачивалась работа равная 64 джоуля, растворимого кофе 54 джоуля. Удельная работа соответственно составила 39 и 33 джоуль на сантиметр квадратный. Давление прессования порошкообразных материалов в начале процесса изменяется незначительно. В этот период происходит интенсивное выделение воздуха из прессуемого материала, переориентация частиц, в результате чего материал уплотняется. Во втором периоде наблюдается резкое повышение давление при незначительном перемещении пуансона. При этом сыпучий материал превращается в компактное тело. Витодиаграмм прессования позволяет отнести быстро растворимый чай и кофе к труднопрессуемым порошкам. Обработка опытных данных отмеченных точками на графиках позволила установить, что кривые прессования вполне удовлетворительно описываются ранее представленным уравнением. Угол естественного откоса, сыпучесть, текучесть и слежалость. Угол естественного откоса является основным показателем, характеризующим сыпучесть порошка и имеет ту же природу, что и податливость вязко-пластичных материалов. Он зависит от плотности величины частиц и характера их распределения в материале. Относительная подвижность частиц исследуемого материала определяется наличием сил сцепления между отдельными частицами и величиной сил трения, возникающих при перемещении частиц одна относительно другой. Угол естественного откоса возможно определять на приборе УО. Методика определения угла заключается в следующем. Во вкладыш 1 насыпают испытуемый продукт, придают ему ровную горизонтальную поверхность, удаляя избыток продукта с помощью линейки. Осторожно устанавливают вкладыш с порошком в горизонтальное положение, внутри сосуда 2. Плавно без толчков и сотрясений вкладыш поворачивают на оси 3 при помощи ручки 4. При этом порошок частично высыпается, а оставшаяся часть образует с нижней гранью вкладыша угол, который равен углу естественного откоса материала. При проведении опытов с тонкодисперстными порошками описанная методика может оказаться непригодной. В том случае, если угол естественного откоса порошка превышает 45 градусов Цельсия. В этом случае следует использовать иную методику, по которой угол естественного откоса определяется с помощью металлического цилиндра без дна, устанавливаемого на горизонтальной плоскости. В цилиндр засыпают порошок. При медленном подъеме цилиндра вверх порошок рассыпается, принимая форму конуса. Угол естественного откоса может быть определен с помощью угломера или вычислен по высоте конуса и диаметру основания. На экране представлены значения углов естественного откоса в градусах различных гранулируемых пищевых продуктов. Кроме угла естественного откоса иногда дополнительно определяют так называемый угол обрушения. Для этого пластину размером 125 на 6 миллиметров погружают в нижнюю часть слоя сыпучего материала, устанавливая ее горизонтально. Затем поднимают пластину до вывода из слоя. Хорошо сыпучий материал образует одну непрерывную насыпь на пластине. Поверхность плохо сыпучего материала имеет ряд уступов. В обоих случаях измеряют средний угол наклона этой поверхности к горизонтали. Затем пластину слегка обстукивают и определяют новое среднее значение угла наклона поверхности к горизонтали. Среднеарифметическое обоих углов является расчетной характеристикой данного материала и называется углом обрушения. Некоторые исследования определяют угол обрушения методом высыпания зернистого материала через отверстие в горизонтальном плоском днище емкости. Угол свободного откоса слоя образующиеся при этом на днище. Угол обрушения обычно отличается от угла естественной насыпи в пространстве, не ограниченной боковыми стенками. Для одновременного определения углов естественного откоса и обрушения Зенков предложил прибор, который состоит из бункера 1 с прорезью в днище, перекрываемый шибером 2. Бункер заполняется сыпучим материалом до уровня H. А затем шибер 2 медленно выдвигается и материал высыпается через прорезь на плоскость 3. Оставшийся в бункере материал располагается под углом обрушения альфа обрушения, а материал на плоскости 3 под углом естественного откоса. Для большинства сыпучих и парашкообразных материалов угол обрушения больше угла естественного откоса. И лишь для идеально сыпучих эти углы приблизительно равны. Таблетируемый материал должен равномерно поступать из загрузочной воронки в матрицу в заданном для одной таблетки количестве в соответствии с ритмом работы таблеточной машины. Если материал имеет плохую сыпучесть, он зависает в воронке, прилипает к ее стенкам, вследствие чего нарушается ритм его поступления в матрицу. Материал поступает неравномерными порциями, поэтому заданная масса и плотность таблеток будут колебаться. Сыпучесть порошка зависит от его влажности, дисперсности, формы частиц и электрических явлений, вследствие трения частиц порошка, что вызывает прилипание частиц к стенкам воронки и одной частице к другой. Для определения сыпучести порошков применяют прибор ВП-12. Исследуемый сыпучий материал 10 осторожно засыпают в бункер 1, который фланцем 2 покоится на шариковой опоре 3, расположенный в гнездах 4, станины 5. Горловина 6 бункера 1 постоянно перекрыта шибером 7, удерживаемым пружиной 8. Шибер 7 соединен также с электромагнитом 11. К стенке бункера 1 прикреплен якорь 12, электровибратора 13. При нажатии на кнопку пуск 14 замыкается цепь прибора, включая одновременно электромагнит и электровибратор. Под действием электромагнита 11 шибер 7 перемещается вправо, при этом открывается горловина 6 бункера. В результате вибрации сыпучий материал из бункера через отверстие 9 вытекает в мерный сосуд 16. По истечении заданного времени реле 15 отключает электровибратор и электромагнит. Под действием пружины 8 шибер 7 перекрывает горловину бункера. Для определения объема по шкале сосуд переносится в положение 17, где верхний уровень сыпучего материала выравнивается с помощью лопастей ворошителя 18, расположенного на валике электродвигателя 19. Сыпучесть порошка характеризуется скоростью истечения ВС и определяется по формуле. При работе бункера в течение 5 секунд и диаметре отверстия 1,2 сантиметра скорость истечения быстрорастворимых чая и кофе можно определить по формуле. Как показали эксперименты, зеленый быстрорастворимый чай не обладает сыпучестью, а среднее значение сыпучести растворимого кофе равно 11 сантиметров в секунду. В работе Кера для оценки сыпучести предложено использовать 4 показателя. Угол естественного откоса, степень уплотнения, отношение плотности таблетки к плотности порошка, угол обрушения, коэффициент однородности. По гранулометрическому составу. Метод количественной характеристики сыпучести сводится к суммированию относительных единиц баллов по всем 4 показателям. Максимальное число баллов по всем показателям составляет 100. Как видно из таблицы, представленной на экране, сыпучие и порошкообразные материалы распределены на 7 классов сыпучести, по 3 группы в каждом классе. При контроле технологических свойств прессуемого материала в металлургической промышленности определяют текучесть порошка на специальном приборе. При этом текучесть имеет то же понятие, что и сыпучесть. Для этого навестку порошка в 50-100 грамм засыпают в конусную стеклянную воронку с углом 60 градусов. Диаметр выходного отверстия равный от 1 до 7 миллиметров выбирают в зависимости от крупности порошка. Воронку закрывают снизу заслонкой, которую открывают после наполнения воронки порцией порошка. Текучесть выражается отношением навески порошка ко времени его вытекания. Коэффициент текучести определяют по формуле, представленной на экране. Текучесть порошков повышается с уменьшением размера частиц. Изменение температуры порошков не оказывает существенного влияния на текучесть. Опыты с различными пищевыми порошками показали, что текучесть потока, проходящего через насадку, прямо пропорционально объемной массе и в 2,8 раза превышает диаметр насадки. Это справедливо, если материал движется свободно, не образуя перемычек и местных скоплений. Слежалость – это физическое состояние порошкообразного продукта, отличающееся тем, что его частицы связались и порошок уже не является рассыпчатым, а образует сплошную массу той или иной степени прочности. Слежалость не характеризует достаточно определенно физические качества продукта, так как может быть случайной и происходить от очень длительного хранения продукта, его ненормально высокий начальной влажности, случайных неблагоприятных условий хранения и т.п. Поэтому может оказаться, что продукт сильно слежится, имея слабую склонность к слеживанию в нормальных средних условиях хранения. Комкуемость – есть начальная стадия слеживаемости. Практическая слеживаемость определяется конечной степенью слежалости продукта, хранившегося в определенных условиях заданное время. Для оценки качества продукта наибольшее значение имеет практическая слеживаемость. Максимальная слеживаемость характеризуется практически полной потерью пористости. Для каждого вида продукта слеживаемость его при хранении будет зависеть от следующих основных переменных факторов – начальной влажности, высоты, слоя, то есть степень сдавливания. Для каждого вида продукта слеживаемость его при хранении будет зависеть от следующих основных переменных факторов. Начальной влажности, высоты слоя, то есть степени сдавливания, метеорологических особенностей местности хранения, длительности хранения, складских условий хранения. Гигроскопичность. С целью выявления условий хранения продукта вопрос гигроскопичности имеет большое значение для пищевых таблетированных материалов. Гигроскопичность порошка можно определить по методике Егорова. Берут в бюксы навеску испытуемого продукта 3 грамма и высушивают до постоянной массы. А затем помещают в эксикаторы при относительной влажности воздуха 30, 60, 70 и 94%. Нужную влажность создают раствором серной кислоты требуемой концентрации. Через определенные промежутки времени бюксы с испытуемым материалом взвешивают и устанавливают количество поглощенной влаги из воздуха. Опыты проводят при температуре окружающего воздуха 20-24 градуса Цельсия. Были проведены исследования гигроскопичности быстро растворимых чая и кофе. Как показали результаты опытов, быстро растворимый зеленый чай в зависимости от условий интенсивно поглощает воду из воздуха. Так в течение первых 3 часов хранения влажность быстро растворимого зеленого чая увеличилась при 30% относительной влажности воздуха до 1,3%. 60% влажности воздуха до 1,5%. 70% влажности воздуха до 1,7%. 94% влажности воздуха до 6,1%. Через 24 часа хранения влажность продукта увеличилась соответственно до 2,2%, 4,7%, 5,9% и 15,2%. На следующие сутки хранения наблюдалось постепенное увеличение влажности. И через 4-6 суток при относительной влажности воздуха 30, 60 и 70% установилось равновесие между содержанием воды в быстро растворимом зеленом чаю и относительной влажностью воздуха. При этом влажность чая достигла 2,5% при влажности воздуха 30%, 5,1% и 6,3% при влажности воздуха соответственно 60 и 70%. Быстро растворимый зеленый чай, находившийся в среде с влажностью 94%, особенно интенсивно поглощал воду. За одни сутки хранения он стал жидкообразным и через несколько суток покрылся плесенью. Таким образом, быстро растворимый зеленый чай является продуктом, обладающим высокими гигроскопическими свойствами. Вследствие чего при относительной влажности воздуха выше 70%, он поглощает из воздуха значительное количество влаги. Для предохранения от увлажнения быстро растворимый чай необходимо хранить в сухом месте при относительной влажности не выше 65-70%. Когда-то я работал на эксклюзионном производстве. И мы использовали порошкообразные порошки свеклы, моркови, капусты, лука, чеснока. Мы добавляли их в смесь для хлебцев хрустящих. Однако, применение этих сыпучих порошков таило один недостаток, о котором мы только что выше рассмотрели на примере зеленого чая. Эти порошки очень быстро впитывали влагу, которая содержалась в окружающем воздухе. И даже если эти порошки хранились в полиэтиленовых пакетах, завязанных, то все равно каким-то образом влага проникала внутрь. И порошки слеживались. Что их невозможно было никаким образом разъединить и получить обратно порошок. Они превращались в камень. Поэтому на моем собственном опыте я могу подтвердить исследования, которые мы только что рассмотрели с зеленым чаем. Однако, слеживаемость этих порошков достигала уже при влажности 45-50%. Поэтому, когда я увидел, что эти порошки приобретают каменную форму, и их невозможно обратно превратить в порошок в разумное время и за разумные затраты, я порекомендовал покупать гранулированные продукты. Это сушеную свеклу, морковь, лук, капусту и так далее. Либо гранулированные, либо резаную. И в следующую поставку этого сырья свекла пришла резаная кубиками, а морковь потертая на крупную терку. И после этого высушенная. Поэтому, то что мы обсуждаем в этом видео, казалось бы, относится только к таблетированию. Однако, нет. Оно относится не только к таблетированию, но и к использованию порошкообразных добавок в других секторах пищевой промышленности. Например, при добавлении добавок в экструдируемые продукты. Однако, возвращаясь к свойствам сыпучих материалов. Были проведены также эксперименты с растворимым кофем. Который, как оказалось, также обладает гигроскопичными свойствами. Я не буду вам зачитывать то, что я вам выше зачитывал для чая. Я приведу вот здесь таблицу для соответствия влажности воздуха и влажности растворимого кофе. Вы можете остановить это видео и изучить эту таблицу подробно. Как и с зеленым чаем, растворимый кофе, находящийся при относительной влажности воздуха 94%, особенно интенсивно поглощал воду. За одни сутки хранения продукт потерял свою сыпучесть. Поэтому для предохранения растворимого кофе от увлажнения, так же как и чай, нужно хранить при относительной влажности воздуха не выше 70%. Математическая обработка экспериментальных данных позволила получить уравнение кривых хранения, быстро растворимых чая и кофе. При относительной влажности воздуха 30%, 60% и 70% получено уравнение, которое вы видите на экране. А для относительной влажности 94% уравнение будет другим. Коэффициенты, которые входят в формулу, собраны в таблице. Ее вы видите на экране. Адгезия. Под термином адгезия обычно подразумевается прилипание продукта к твердой поверхности. При таблетировании пищевых материалов адгезия наблюдается между частицами прессуемого материала и пресс-формой. Адгезию классифицируют по следующим признакам. Свойству среды, силам определяющим адгезию, числу прилипших частиц, изменению адгезии в процессе отрыва, направлению отрывающей силы. Силы адгезии в значительной степени определяются свойствами окружающей среды. При наличии влаги или паров другой жидкости в воздушной среде может происходить конденсация паров между соприкасающимися телами. Частица – плоскость. Адгезия обусловлена различными по своей природе силами. Отдельные составляющие сил адгезии могут в определенных условиях превалировать над другими. Так, при влажности воздуха свыше 70%, увеличение адгезии микроскопических частиц обусловлено капиллярными силами. Если частицы сильно заряжены, величина кулоновых сил превышает другие составляющие сил адгезии. Адгезию можно классифицировать и по числу взаимодействующих частиц. Если частиц мало, то они чаще всего не контактируют между собой и образуют на поверхности так называемый монослой. Если частиц много, то образуется слой, состоящий из одного или нескольких рядов частиц, вступающих между собой в контакт, то есть связанных аутогезийным взаимодействием. При адгезии монослоя отрывающая сила действует на каждую частицу, и если П-отрыва больше П-адгезии, будет происходить отрыв прилипших частиц от поверхности. При адгезии слоев сила действует на все частицы, образующие слой или слои. Прочность этого слоя зависит не только от адгезии к поверхности, но и от адгезии самих частиц. При условии, что П-адгезии меньше П-отрыва и меньше силы аутогезии, будет наблюдаться адгезийный отрыв. А при П-адгезии больше П-отрыва и больше П-аутогезии, аутогезийный отрыв. Если П-адгезия приблизительно равна силе аутогезии, то возможен смешанный адгезийно-аутогезийный отрыв. Адгезия характеризуется силой, которая возникает при контакте частиц с различными поверхностями. Для частиц, имеющих примерно одинаковые размеры, в одних и тех же условиях силы не одинаковы. То есть при одной и той же отрывающей силе будут удаляться не все частицы данного размера, а какая-то доля частиц. Ввиду того, что сила адгезии слоя порошка пропорциональна медлеву сечению частицы. Удельная сила прилипания является относительной величиной, которая характеризует адгезию слоя порошка. Релаксация напряжений. В процессе прессования с увеличением плотности порошка повышается число и площадь контактов частиц. Сглаживаются неровности и шероховатости, что способствует усилению сил Вандерваальса. Сил молекулярного взаимодействия вещества и росту сопротивления сдвигу. Жданович отмечает, что характер взаимодействия сил между частицами при небольшой плотности порошка определяется прежде всего шероховатостью их поверхности, а с увеличением плотности молекулярными силами. При увеличении давления прессования деформация таблетируемого материала происходит в основном в результате деформации площадок контактов частиц и их относительного сдвига. Вследствие вызванной внешней нагрузкой деформации в материале возникают внутренние напряжения. Даже при малых деформациях соотношения между упругим и пластическим компонентом деформации не сохраняются постоянными. А в материале происходит развивающийся во времени процесс релаксации, рассасывания напряжений. Этот процесс определяется снижением и выравниванием во времени внутренних напряжений, вызванных постепенным переходом упругой части деформации в пластическую. Согласно современным представлениям, под релаксацией понимают процесс постепенного рассеивания запасенной в материале энергии упругой деформации путем перехода ее в тепло. Этот процесс обычно исследуют при постоянной деформации, когда напряжения снижаются и выравниваются во времени. В результате релаксации напряжений снижаются, упругие и повышаются пластические свойства материала, что ведет к уменьшению нагрузок и энергии, затрачиваемой на прессование изделий. Поэтому изучение процесса релаксации напряжений с определением его констант имеет практический интерес. Явление релаксации напряжений давления тесно связано с физико-механическими свойствами готового изделия, полученного при определенном давлении. Материал, в котором процесс релаксации прошел полностью, имеет наименьшие внутренние напряжения. Отсутствие релаксации побуждает тенденции возникновения этих напряжений. Минимальные остаточные напряжения благоприятно сказываются на прочности материала, так как они не вызывают разбухания и растрескивания отформованных изделий. Результаты экспериментального исследования Хведелидзе показали, что процесс релаксации напряжений в байховом чае можно условно разделить на два периода. Первый из которых характеризуется интенсивным течением процесса. Второй протекает со значительно меньшим спадом напряжений. Аналитическая связь всех факторов, влияющих на релаксацию, начальное напряжение, температура, влажность, размер частиц, скорость деформирования и другое. Для полной характеристики процесса является весьма сложной. Для практики таблетирования наибольший интерес представляет первый период релаксации, так как за сравнительно короткий промежуток времени, около 50 секунд, снижается большая часть давления. Для описания этого процесса Хведелидзе было предложено уравнение вида. На величину коэффициентов N, P и M, P влияют влажность и размеры частиц материала, начальное давление, скорость деформирования и некоторые другие факторы. Зависимость этих коэффициентов от начального давления выражается линейными уравнениями. Значения коэффициентов N0, N1, M0, M1 для различных условий прессования представлены в таблице. Общее эмпирическое уравнение релаксации давления в прессуемом чае для первого периода можно записать в виде. Данные опытов позволяют заключить, что на интенсивность падения давления, помимо начального давления, большое влияние оказывает скорость деформирования. С повышением этой скорости, например, от 13 до 80 см в секунду при давлении P0 145 мегапаскаль и времени Тау 60 секунд, значение P0-P увеличивается на 12%. Изменение влагосодержания чая от 6 до 10,7% и размеры его частиц от 0,5 до 3 мм, значительно влияют на процесс незначительно. Начальное давление – один из основных решающих факторов процесса релаксации. Наиболее характерными для технологического процесса брикетирования чая являются давления 80, 145 и 180 мегапаскаль. Кривые релаксации показывают, что чай релаксирует при одном и том же начальном давлении. В течение вполне определенного времени до своего конечного напряжения. Градиент падения давления в процессе релаксации достигает наибольшего значения в начальный момент времени и усиливается с увеличением начального давления. Например, при P0-80 мегапаскаль падение давления в течение 120 секунд составляет 20 мегапаскаль. А при P0-145 мегапаскаль такое падение давления равно 40 мегапаскалям. Исследования релаксации давления в чае показали, что между начальным и конечным давлениями процесса наблюдается линейная зависимость. Так как в каждый момент времени давление в материале определяется только долей упругой деформации, оставшейся к этому моменту времени, то становится ясно, что причина роста конечного давления с повышением начального давления. Вы посмотрели видео, посвященное физико-механическим свойствам сыпучих материалов. Это видео относится к серии видео-лекции, посвященной таблетированию сыпучих материалов в пищевой промышленности. Я благодарю вас за внимание. Подпишитесь на мой канал, поставьте колокольчик уведомления, поставьте лайк. Я желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.